В эфире ток-шоу Айлайк. Меня зовут Галина Трощева. Здравствуйте. Великий поэт и мыслитель Абай говорил, что самое лучшее в человеке от учителя, а известный политический деятель Ахмед Байтурсынов отмечал – учитель стержень школы. Среди профессиональных праздников Казахстана День Учителя занимает особое место. В этот день отмечают заслуги педагогов, их неоценимый вклад в развитие общества, о профессии учителя и о призвании сеять разумное, доброе, вечное. Узнаем Баргеуэлайк. Я рада приветствовать наших гостей в студии. Сегодня мы говорим об удивительной профессии, которая и сложная, но такая многогратная, с одной стороны трудная, с другой стороны самая любвеобильная – это День Учителя. Я хочу сказать, что этот праздник, он не оставляет равнодушным ни одного человека, потому что все мы были учениками и у всех у нас есть те люди, наставники, которые сделали из нас тех, кем мы стали. И вот хочется начать с того, что вот учитель – это профессия, но в то же время считается, что это и призвание. Вот как вы считаете, согласны? Ну, я считаю, наверное, проработав 47 лет в образовании и проработав 38 лет в педагогическом колледже, я считаю, что все-таки это больше призвание, чем профессия. Профессия – это здорово, но призвание – это то, что обеспечивает возможность существования тебя в этой профессии, скорее всего. Потому что в наших сегодняшних условиях профессия трудная, очень трудная. Поэтому вот в силу того, что нам приходится решать очень разные проблемы в этой профессии, поэтому главное, наверное, то, что она все-таки призвание, эта профессия. И, ну, это доказывает то, что мы в одно время проводили по династиям исследования и убедились в том, что кто вышел из династий, из педагогических, тем преподавателям эта профессия дается намного легче. Поэтому я считаю, что все-таки это призвание. Вот вы сказали, что в современных условиях сейчас эта профессия очень сложная, да, потому что учитель должен отвечать многим-многим критериям. Вот как вы оцениваете, когда раньше был педагог-учитель, то сейчас как? Ну, вы знаете, раньше изначально педагог уважался, а сегодня огромное количество родителей не совсем позитивно к этому относятся. Поэтому, в общем-то, настраивают, соответственно, детей. Ну и, конечно же, дети совсем по-другому относятся к учителю. Не зря же статус педагога принят у нас. Поэтому, видно, статус педагога принят еще и для того, чтобы каким-то образом, может быть, защитить учителя. Ну, это такая уважаемая. Ну, естественно, конечно, в данной ситуации мы, наверное, все-таки вынуждены принимать не совсем правильные решения. Можно я добавлю? Да, пожалуйста. Ну, возвращаясь к призванию. В самом деле это призвание, потому что, и оно призвание, это по моим многочисленным наблюдениям, у меня стаж работы уже 37 лет в этой сфере. И я, к сожалению, в школе не работала, но работала в ВУЗе много лет. И сейчас возглавляю институт, который повышает квалификацию педагогов. Сейчас принята, так скажем, установка современного времени – это обучение через всю жизнь. Вот если раньше учитель отучился и с багажом знаний, так сказать, нес знания, сейчас в век быстро меняющихся внешних условий нам нужно постоянно обучаться. И это касается не только учителей, это касается профессии и других. И медики обучаются, и правоохранительные органы, потому что в самом деле внешние условия быстро изменяются. Но почему призвание? Потому что когда ребенок в 5 лет что-то рассказывает, хочет показать, как это сделать, а сейчас это дети любят делать, правда же? Да, конечно. Много у них своих личных каналов, у них есть свои… Они даже юные блогеры, правда, они рассказывают о чем-то. И это видно, кто будущий журналист, а кто будущий учитель. Это было видно даже в те нулевые, в 90-е годы, когда вообще зарплаты не было, а люди, школы-то не останавливались. Конечно. Без зарплаты люди работали. Вот это призвание. А если бы это была моя профессия, я бы сказала, у меня не платят зарплату, почему я там должна работать, правильно же? Конечно. И вот видно. И вот то, что вы сейчас, Галина, сказали, педдинастия, однозначно, они же растут в среде учителей. А я… Это суперклассно, когда эстафета передается от старших к младшим. Но если вот среди нас юные сидят, педагоги, если вы начинаете эту, так скажем, историю, педагогическую страницу в истории вашей семьи, это тоже в честь вам и хвала, потому что если вам это хочется делать, и вы это делаете без усилий, еще за это еще и деньги будете получать. Здорово же! Это вообще работа мечты, да? Ульяна Вадимовна, ну вам сразу вопрос. Вы занимаетесь подготовкой кадров. Как вы видите, вот сразу можно увидеть, вот пришли дети, вот как сказали, да, сейчас, сразу видно, это педагог или это вот человек, наоборот, попал случайно в эту профессию. Есть такое? Готовя будущих учителей, мы выбираем очень важный вектор. Мы с ними работаем не как со студентами, которые пришли просто отучиться, а именно с первых минут и с первых уроков мы работаем с ними, как с будущими коллегами. Поэтому даже если есть ребята, которые думали, что заблудились или еще не поняли, куда они пришли, нам все-таки удается за время подготовки поставить себя на место педагога, занять эту роль, выполнять эти функции. И многие ребята, даже думая на втором курсе, что они пока еще не знают, будут они учителями или нет, к завершению обучения все-таки ими становятся. И отрадно то, что даже если студент в 15-16 лет говорил, ой, я просто пришел, потому что мама так хотела, то когда он уже заканчивает четвертый курс и дальше идет работать, и ты его встречаешь, и он говорит, как хорошо, что я тогда понял, в чем суть этой профессии. Вот наша задача, наверное, не просто обучить профессии. У нас есть такая профессиональная сложность. Если в другой профессии люди обучают какой-то механической деятельности или даже творческой, то человек, как правило, просто ее применяет в своей деятельности. У нас же задача другая. Ученику, то есть студенту сейчас, ему мало самому быть организованным, коммуникативным. Он еще должен понять, что он должен научить этому же самому кого-то, самого маленького возраста. Это очень сложное понимание. Осознание того, что ты наполняешь не только себя этими знаниями и умениями, навыками, а что ты потом еще и должен кого-то научить. Передать эти знания. Абсолютно. И вот в этом есть очень сложность большая нашей профессии, но и в этом есть уникальность. И от этого получаешь удовольствие. А как мы говорим, если мы получаем удовольствие от того, что мы делаем, то, наверное, все-таки это часть призвания. Потому что получать удовольствие от того, чего ты не хочешь или не понимаешь, ты не можешь. Да, так не получается. Поэтому я согласна со своими коллегами. Павел Жанна Песимович, ну вот как вы попали в профессию? Мы вот привыкли, что учителя в основном это женский коллектив, но это, слава богу, у нас есть и мужчины. И вот случайно ли выбрали этот путь или все-таки это был осознанный выбор? Ну, говоря о себе, это был осознанный выбор. Выбор у меня уже определен был в 10 классе. Я знал, что буду учителем. Я уже знал, какой предмет я буду преподавать. Это хорошо, да? Ну, в этом есть заслуга моего отца. Потому что он с детства привил во мне любовь к истории. С детства он со мной беседовал. С детства он заставлял меня читать книги. Чему я на сегодняшний день очень благодарен. Потому что со мной, вот этот базис, фундамент, он получает ребенок в семье. И дальше он двигается так, какое направление дали ему в семье. Что касаемо самой профессии, я хотел бы добавить, знаете, что у учителя должно быть внутри призвание. Без призвания это будет робот. А роботы у нас работают где? В производстве. А мы, к сожалению, не производство. Мы не завод. Мы храм, где учат. И если в храме будет робот, в котором не будет энтузиазма, не будет одухотворенности, не будет гореть внутри огонь обучать, воспитывать, тогда грош цена такому процессу. На сегодняшний день я могу уверенно сказать, что школе не нужны урокодатели, школе нужны учителя. И поэтому без учительского призвания, без вот этого осознанного выбора учительского пути в школе делать нечего. Поэтому, да, можно выбрать, можно обучиться, но можно быть хорошим студентом педагогического вуза, а при выпуске не стать хорошим учителем. Вот парадокс тоже, да? Ну вот как вы считаете, мужчина в профессии, мужская все равно составляющая есть? Я думаю, что вообще, в принципе, ни в каких профессиях нету гендерного деления, потому что, ну, те же крановщики женщины, водители трамваев, космонавты. Поэтому, да, просто превалирует, конечно, количество женщин в системе образования, но это никак не говорит, что учитель – это женская профессия. Учитель – это уникальная профессия, где может работать мужчина и женщина. Доржан Калидеевич, вам вопрос. Вот вы у нас классный руководитель, тоже не первый год в профессии. Расскажите, как удается найти общий язык со школьниками? Ну, я пошел в данную профессию, наверное, благодаря брату своему. Потому что я когда учился в кинжи-школьской школе, Гамал Калидеевич, приходят дети, и они с таким вот энтузиазмом, с таким вот рвением глаз, то есть у них глаза блестят. И для меня это было, наверное, примером. И после данного события, когда дети просто приходят, и он с ними может посидеть, поговорить о чем-то, я вот тоже подумал и выбрал себе профессию. Тоже учитель по истории. У меня брат истории, я учитель истории. И сегодня я следую такому, может быть, даже не правилу, может быть, правило трех сердец. То есть это первое сердце – это родители, второе сердце – это дети, и третье сердце – это вот мы классные руководители. И когда мы вот подавали на данный конкурс, ну, я взял там первое место, и я скинул в группу родителям и в группу этих своих детей. И там было у меня такое слово, то, что мы победили. То есть не было такого слова «я победил», это было слово «мы». Потому что мы с детьми вместе подготовили классный час, они мне помогали, бегали, где-то даже я, возможно, что-то забуду, мне дети там что-то подсказывают, там какие-то фишки, там вот какие-то, то есть что, чего, к примеру, у меня сегодня нет. И, возможно, я сегодня даже учусь у детей тому, чего я сегодня, к примеру, не знаю. И дети – это моя радость, потому что я сегодня так не зря в профессии педагога. Я думаю, это мое призвание тоже. Вот призвание в профессии педагога. Вот много вы видите людей, которые по-настоящему преданы своему делу? Или все-таки есть люди, которые… Нет, тут я могу сказать так, то, что есть учителя, которые вот приходят, и через год, полтора-два их в школе нет. Разочаровываются, устают, да? Да, разочаровываются, устают, но большая часть все равно приходит и работают, и любят детей. То есть, и самое, наверное, сложное – это работать, скажем, в той профессии, которую не любишь. А вот если ты там работаешь, и тебе еще приносят деньги, это любимая профессия. Вот все к единству пришли, да, что все-таки заниматься любимым делом, за которое еще получаешь оплату, то это самое лучшее призвание в жизни. Ну, а мы продолжим наш разговор, а сейчас прервемся на короткую рекламу. Субтитры делал DimaTorzok А мы продолжаем нашу программу. Сегодня мы говорим о удивительной профессии учителя. И, конечно же, хочется сказать, что подготовка кадров – это очень ответственный момент. Вот как сейчас активно дети идут, неактивно? Расскажите. Что касается подготовки. Какого-то недостатка, нехватки студентов и абитуриентов, которые очень хотят поступить в педагогический колледж, мы не испытываем. У нас действительно продолжается, даже на современном этапе, работа таким образом, что есть конкурс на некоторые специальности, и это здорово. Что хочется сказать, что когда ребята приходят к нам после девятого класса, они действительно еще целый год не понимают, пока заканчивают программу десятого-одиннадцатого, не понимают, куда они попали, они еще не готовы перестроиться и встать на позицию учителя. Но вот когда мы готовим уже ребят, начиная со второго курса, мы говорим о том, что у ребят меняется мировоззрение. Нет, не личностное. Мы начинаем формировать профессиональное мировоззрение. И как раз-таки это позволяет им убедиться в том, на верном ли они пути, что им нужно сделать, и кем они будут в конце концов дальше, потому что диплом, как мы сказали выше, раньше, не дает нам права считаться настоящими профессионалами. Надо еще иметь что-то и другое внутри себя, свое желание делать это дело. Хорошо, что на студии сегодня присутствуют студенты педагогического колледжа. Как вы решили стать учителем? Кто повлиял на ваш выбор? В профессию педагога я захотел прийти благодаря своим школьным учителям. Это была учительница географии Ася Мангельдиновна. Я хотел, получается, стать именно учителем для того, чтобы так же интересно преподавать свой урок, чтобы видеть, как дети заинтересованы в моем уроке. Очень бы хотелось видеть это в дальнейшем в своей профессии. Но не разочаровались за годы учебы? Нет, пока вообще все нравится. Благодаря нашим прекрасным педагогам, которые нас обучают этому делу, вообще не хочется уходить, и хочется только продвижения по карьерной лестнице. Но я знаю, что студенты все ходят на практику, у вас есть опыт уже в школе, взаимодействие с учениками. Как складываются отношения? Легко? Вот здесь от этого зависит? Ну, конечно, зависит в плане того, что именно педагоги нашего колледжа помогают нам найти общий язык с детьми. То есть это практика, неотъемлемая часть того, что пригодится нам в будущем, в профессии. И сейчас мы как раз-таки начинаем изучать поведение детей и как нам нужно будет самим вести себя с учениками. Потому что все мы знаем, плачут, плачут некоторые и говорят, ой, как сложно. С каждым годом все сложно с современными детьми. Вот кто готов ответить? Как складываются? На самом деле сложно? Или может просто сочиняют специально? Ну, вообще, на самом деле, если идти в ногу со временем, с детьми, знать, что для них сейчас интересно, актуально, то найти общий язык несложно. Ну, да, бывают, конечно, некоторые случаи, когда ребята переходят границы, но если педагог сначала, ну, то есть даже студент, практикант поставит себя как нужно, то есть у нас с вами отношение учитель-ученик, а не иначе, то есть никакого понебратства и так далее, то, соответственно, все будет окей. Вот есть тоже такое мнение, да, что вот, когда раньше молодые педагоги приходили, то их не воспринимали, ну, что она там, студент как бывшая, только вот что-то начинает, то сейчас я слышу от детей, ой, говорит, нам так повезло, нам молодого учителя дали. Почему-то прям вот такой азарт, именно всем нужны молодые. Почему? Потому что вы на одной волне, так скажем. Ну, и это тоже. Но еще к тому же молодые педагоги, они проходят, ну, как бы, педагоги, которые именно идут работать по своему желанию, то есть они чувствуют, что это их профессия, что это то, что будет с ними по жизни и так далее идти. Соответственно, у них горит огонь, и от этого хочется как можно больше передать этот огонь детям, чтобы в них он горел так же. Соответственно, делаем все возможное, больше интерактива, интересных материалов, то есть все, как любят дети. Чтобы не было скучно детям на уроке. Первые несколько лет в колледже действительно являются такие сложные, потому что первый курс ты еще не понимаешь действительно, куда ты попал. А на втором курсе уже только начинаешь вливаться в это. И пойдя на практику, только в тот момент ты уже начинаешь понимать, действительно ли это твое. И вот это вот осознание, то, что хорошо знать, не значит, что так же хорошо преподавать. Это абсолютно разные вещи, с которыми действительно сталкиваюсь по себе на жизни я. Для меня это достаточно тяжело, но с каждым днем понимаю то, что профессия действительно мне это очень нравится. Готовы ли вы всю жизнь учиться? Потому что вот мы сегодня уже затронули эту тему, что учитель это не получил, ты диплом. И все, можно спокойненько положить его, пусть пылится, да, нужно еще повышать и повышать квалификацию. Готовы сами сидеть и грызть гранит науки? Хочется тоже всю жизнь учиться. А учителя, как мы знаем, они и так, в принципе, учатся всю жизнь. И при обучении детей в школе, особенно младшей классы, хочется им со временем дать какие-то новые знания. Это очень восхищает. А куда больше всего дети выбирают? Начальную школу или предметники? Или куда вообще не хотят идти? У нас конкурс на все специальности существует. И в данном случае у нас широко представлен спектр и основного среднего образования, это учителя информатики, это учителя русского языка и литературы, учителя английского языка, учителя математики. Поэтому я даже сейчас сказать не могу, куда больше идут. Речь идет о том, что каждый выбирает, наверное, для себя приемлемую возрастную категорию. И не все действительно абитуриенты готовы идти на специальность, связанную с маленькими детьми. Вот это сложность. Да, вернее сказать, специфика в выборе. Почему-то так считается, что со взрослыми легче, что ли, работать. Но на самом деле они, конечно, понимают со временем, что это ошибочное. От малышей, мне кажется, столько любви, столько внимания, столько признания, чем от подростков. Я немножко хочу не согласиться с Ульяной Вадимой, в том плане, что я третий год сижу сейчас на вступительном экзамене. У нас особый вступительный экзамен профессиональный, собеседование. Поэтому я скажу, что, например, по нынешнему году у нас огромное количество детей, больше всего детей шло именно на начальные классы. Вот так, да? Учитель начальных классов, да. Это был самый большой конкурс. Учитель начальных классов. Поэтому и на протяжении прошлых лет то же самое в основном идут именно почему-то на началку. Учитель начальных классов любят детей, очевидно. Но в плане подготовки хочу сказать просто, что если ты хочешь остаться в этой профессии, тебе необходимо, конечно, совершенствоваться. Это однозначно, потому что дети сегодня приходят эрудированные, дети приходят сегодня свободные в общении. Поэтому вот сидя на вступительном экзамене, я уже вот как старый преподаватель с опытом, тем не менее чувствую, что мне нужно, чтобы с ними найти общий язык, расти. Вот так вот, да. Чтобы удовлетворять их запросы, конечно. Как говорится сейчас, продвинутая молодежь, да? Поэтому уже никуда ты не денешься, нужно соответствовать. И мало соответствовать, нужно идти на шаг вперед. Роза Дюсиновна, ну вот вы занимаетесь переподготовкой, квалификацией учителей. Почему вы их там учите, чтобы они соответствовали требованиям современного мира? Это потребность дня, необходимость. Я хочу сказать, что это необходимость для учителей. И вот наше государство в этом плане приняло уникальное решение, да, повышать квалификацию педагогов каждые три года. Почему говорю государство? Потому что государство финансирует вот эту большую затратную работу, понимаете? Учителя совершенно бесплатно приходят к нам и учатся. Так, и, конечно же, здесь мы повышаем квалификацию, как в предметной среде по предмету, и, конечно же, компетенции педагогов. Другая сфера, сейчас у нас менеджмент есть, руководители, да? Вот мы учим руководителей школ, там для заместителей есть курсы. Сейчас новое направление появилось, инклюзия, потому что действительно молодежь и дети у нас другие. И вот инклюзивная среда очень широко представлена, да, вот. И дети у нас разные, одаренные и с особыми потребностями есть. Поэтому здесь, конечно же, и учиться есть чему. Новые темы у нас в этом году мы предлагаем. Это и эмоциональный интеллект как инструмент эффективного управления школой. Сейчас вот мы дошли до того, что у нас есть замечательный друг. Это GPT, это искусственный интеллект, которым сейчас есть функция, да? Учитель-наставник, учитель, который может проверить ваши знания. Вот это здорово, понимаете? Вот эта рутинная работа, оттачивание навыков счета, там чего-то, мы перебрасываем на робота. Но взаимоотношения, умение общаться и развивать свой социальный интеллект, эмоциональный интеллект только в контакте с живым человеком нужно. И этому тоже у нас на курсах мы педагогов учим. С определенным количеством времени всегда приходят что-то, какие-то инновации. Если раньше там урок состоял из плаката цветных карандашей, то время на месте не стоит, двигается вперед. Вот сейчас мы пришли к искусственному интеллекту, и да, мы его, конечно же, поэтапно, потихоньку уже внедряем в учебный процесс, для того, чтобы детям было интересно, и чтобы дети с помощью искусственного интеллекта выполняли домашние задания. Хотя столько есть опасений у родителей, которые говорят, все, завтра они только кнопочки будут нажимать. В основном мы его используем как теоретический материал, чтобы визуализировался через искусственный интеллект. На уроках истории, допустим, очень хорошо помогает. Когда он восстанавливает картину. Задается определенная тематика, критерии. Вы прям детей на уроке этому учите. И потом выходит материал, и они воочию видят, что происходило в древнем мире или в среднем веках. Поэтому как инструмент, конечно, это нужно. Но опять-таки роль учителя никогда в сторону не уйдет. Потому что этим же искусственным интеллектом управляет человек, то есть учитель. Можно я добавлю? Еще здесь, смотрите, дети очень любят, когда на уроке используются разные гаджеты. Если вначале педагоги пытались запрещать, потом поняли, что запрет – это неэффективный путь, сейчас разрешаем. Мы пользуемся и доской мира, и при оценивании жамбар. Учителя очень легко этим оперируют. И вот по поводу наших поисковых систем. Вот, допустим, на уроке истории, географии, математики можно задать детям, найдите информацию, ну, допустим, о высоте горы. И вы в Яндексе найдете одну высоту горы, да, а в Гугле другую. Там на несколько метров различий идет. И вот тогда, нет, ну, достоверно, мы уже смотрим уже в источники, которые есть, достоверно, так скажем, и сравниваем, и видим, что, оказывается, все, что там преподносится, не надо верить на 100%. Все надо подвергать анализу и сомнениям, правда же? И этому тоже учат именно учителя. Критическому мышлению, так скажем. Аналитике, обрабатыванию данных – это вот те навыки, которые необходимы нам в современной жизни. Любому человеку с образованием, да, без вот этих навыков ему не удастся реализоваться в своей профессии. Должен Каргидинович, ну вот вам вопрос. Как вы, приветствуете гаджеты на уроках или нет? Вот классные руководители обычно очень строго следят за всем этим, чтобы дети не проносили сочинения с помощью них, не писали. То вот здесь надо менять свое отношение к этому. Этот, если телефоны в пользу учебе, то это я за. Если это телефоны там где-то в ТикТоке посидеть, то, естественно, мы против этого. Ну, к примеру, да, вот во время уроков истории, то мы часто используем именно вот телефоны. И детям интересно, как я это называю, дополнительный источник. Особенно это интересно классам пятым, шестым. Они вот заходят и ищут картинки какие-то. И это вот именно радость у детей, то, что им именно педагог, учитель разрешает пользоваться данным инструментом. Получается, не запрещаем, а направляем в правильное пользование, чтобы дети знали, что через интернет можно найти хорошую информацию, а не просадить время просто в игрушки. Поэтому... Если добавить к этой мысли, смотрите, у нас есть такое качество ума, как пытливость ума. Она нам дана природой. И это с рождения ребенка сопровождает в его познании мира. У нас сейчас не только с вами эмпирический уровень, когда надо потрогать, взять в рот, что-то поломать, разобрать. Сейчас огромное количество, как вы верно сказали, гаджетов и средств, которые помогают это делать. Но той функции, которая сейчас нужна, нас, например, не обучали. Мы теперь, современное поколение, уже обучаем тому, как эти гаджеты правильно, рационально и результативно использовать и в развитии ребенка, и в обучении. Спасибо большое. А мы прервемся на короткую рекламу. Ребята, обратите внимание на новые декорации, которые... И мы продолжаем нашу беседу. И хочется отметить, что педагог – это та профессия, которая с течением времени изменяется и отвечает на вызовы современные. И мы уже с вами сегодня затронули тему искусственного интеллекта, что самое главное, чтобы это было в пользу, а не во вред. Но все же, у каждой профессии есть какие-то стороны, которые огорчают. Хотя в праздничный день, конечно, не хочется об этом говорить, но все же, как вы видите, как должна изменяться среда или законы. Вот мы уже знаем, что статус педагоги вышел в стране. Как здесь, к чему нам нужно стремиться, чтобы как-то изменить ситуацию? Закон о статусе педагога действует уже практически 5 лет. И в самом деле ситуация с педагогами улучшилась в таком плане, в оснащении, в материальном плане, правда же? Но увеличивается скорость всего, и учителя не успевают за изменениями. Вот, к сожалению, мы всегда находимся в роли догоняющих. И вот здесь вот, я думаю, что нам нужно работать над тем, чтобы привлекать детей как помощника. Вот вы, Галина, в самом начале сказали, что учитель – это тот, кто помог нам стать теми, кто мы сейчас стали. Я бы это уточнила бы. Учитель – это тот, кто вам не помешал стать, кем вы родились и на что вы предназначены. Кстати, очень важно, да? И вот это уметь не помешать – это требует усилий. Вот это, я думаю, что есть одно из затруднений педагога. Затруднение педагога в самооценке. Потому что существует сейчас самооценка и внешняя оценка. К сожалению, они не совпадают. То есть нам здесь, учителю, нужно развивать рефлексивную культуру. Что я дал? Почему это у меня получилось? Почему не получилось? Вот это тоже трудно. Этому мы сейчас стараемся и учить. И в то же время это… Но есть такая мысль – всему можно научить, всему можно научиться. Вот это первая часть – это вот касается ребят, а вторая часть касается себя. И вот именно в содружестве, да? Вот у нас у казахов есть такое хорошее слово – содружество. То есть вместе мы, да? И вот тогда скорость помогает, ну, дети помогают нам вот в эти всякие моменты изменения. Потому что они любят это. А мы уже немножко другим. Есть традиционные привычки, которые очень сложно ломать. И вот когда нам дети помогают, и это же вообще здорово же получается. И вот возникает некий мостик взаимопонимания. И вот на этом мостике взаимопонимание, и дальше всё остальное строится. Важно, чтобы он не был хрупким. Важно, чтобы он укреплялся, вот таким вот, ну, был вот этот мостик взаимопонимания, чтобы был крепким, прочным. Но вот учитель, он зажат в таких рамках, да? Здесь с одной стороны ученики, а ещё же есть и родители, с которыми тоже нужно выстраивать отношения. И вот про ту самооценку, да? Иногда родитель очень высоко думает о своём ребёнке, а учитель так не думает. И здесь вот это конфликты интересов. Вот надо же ребят будущих педагогов этому научить, не только знания передавать, а ещё взаимодействовать с учениками и их родителей. Вот это и есть аспекты социального интеллекта, да, должен быть. Ну, это такой сложный... Это очень сложный вопрос, да? Такая профессиональная деятельность. Самый сложный момент в работе школы. Это эти общие между амбициями родителей и возможностями детей. Потому что для каждого родителя, конечно, его ребёночек – это... Самый лучший. Самый умный, самый лучший. Ребёнок может быть на самом деле и не такого потенциала. Вот. Но приходится разговаривать, беседовать с родителями, объяснять. Конечно, уважаемые студенты, будущие педагоги, здесь надо быть очень аккуратным. Резкость здесь не поможет. Потому что ни одно резкое замечание по поводу ребёнка родитель никогда не воспримет мягко. Он всегда будет обижаться. Он будет это воспринимать как оскорбление в сторону своего ребёнка. Поэтому здесь очень нужно аккуратно, мягко объяснять. И самое главное, вот, хотелось бы также обратиться к будущим педагогам, что наша профессия, наша работа всегда под прицелом общества. И каждое наше действие, будь в школе, будь вне, расценивают и разглядывают под лупой. Есть имидж педагога, который мы должны соблюдать. Которую создаёте вы сами. Да, которую создаём мы сами. Где-то приходится прижаться, где-то приходится прятаться. А ваше слово сейчас, Боже мой, все, дети сейчас напугаются, они говорят, что-то надо подумать. Работа у нас такая, общество развивается, глядя на ученики. Девушек спросим, вот как, не пугает взаимодействие и с учениками, и с родителями? Так ещё и администрация школы есть, тут со всеми надо взаимодействовать? Ну, всё-таки я думаю, что работа с учителями, как с коллегами, так и с родителями, это очень тяжёлый труд. Нужно находить общий язык, общаться, уметь общаться, где-то идти на компромиссы, где-то уступать. Самое главное, это разговаривать всегда, находить общую мысль, общую цель. Главное в профессии учителя всё-таки довести ребёнка до выпуска, допустим. Мы, учителя начальных классов, мы должны дать им знания, чтобы они выпустились хорошо и учились в дальнейшем, пятый, шестой, седьмой, до выпуска. И ходили в школу с радостью, а не как на каторгу, да? Вот у многих складывается у детей такой стереотип, кстати, вот мудрые такие ребята, да, вот не по годам. И вот хочется сказать, что у некоторых такое, ой, в школу надо идти. Вот какая-то, не знаю, почему этот миф как-то, или стереотип такой, да, вот, ой, надо в школу идти. Я говорю, ну как, это же вот окно в мир, вы в школу идёте, чтобы реализовываться. А ещё, мне кажется, сами родители так, ой, обратно школа, и вот с таким каким-то вот, с этим вот, такой тяжестью всё это тяжестью. Если ребёнку так дома говорят, да. Если ребёнок будет интересно, ребёнок и не послушает родителей побежить в школу, поэтому... Да, ну и уж ладно в школу, да, надо подтолкнуть ребёнка к тому, что ты не будешь там получать плохие оценки, или какая-то это нагрузка, это для тебя возможность узнать мир, что-то интересное, новое, потому что это развивает, и это даёт старт. Ну вот на фоне прожитых мною лет, педагогических, будем так говорить, да, вот, я сейчас сталкиваюсь с огромным количеством терминов, которые у нас есть в образовании, да, это и цифровизация, это и глобализация и так далее, и так далее, и так далее, их очень много. Мне из этих всех терминов нравится больше всего, и я ценю больше всего, первым ставлю в своей работе, это гуманизация. Вот на сегодняшний день, наверное, всё-таки это главный термин, который определяет и призвание человека, и его профессию, и его, в общем-то, весь жизненный путь. Поэтому я считаю, что вот этот термин, ну, должен быть главным в нашей профессии. Поэтому призываю вас всех быть прежде всего гуманистами. Вспомните Яну Шакорчика. Хотелось бы коллегам пожелать гармонии внутренней, потому что мы с вами понимаем, что ты тратишь не только свой интеллектуальный запас, ты в профессии, в деятельности порой растрачиваешь себя в хорошем смысле до, ну, прям до тла. Знаете, я, когда объясняю студентам, я говорю, наша профессия немножко похожа на птицу Феникс. У неё есть огромный, огромный образный вот плюс для нашей профессии. Мы сгораем до тла, мы полностью погружаемся, мы полностью растворяемся в том, что мы делаем и с кем мы это делаем. Но и в то же время это всё и даёт нам возможность возродиться. То есть вот именно возродиться, как птица Феникс, и снова найти в себе силы, хотя вчера было всё очень сложно и с родителями, и с детьми, и с кем бы то ни было. Но мы утром встаём и как птица Феникс идём на работу. Вот я желаю коллегам находить в себе эти резервы, чтобы у них всегда хватало сил встать и идти заниматься любимым делом. Мы стараемся это взращивать в наших студентах. И хотела бы поблагодарить свою маму, она у меня тоже педагог. Поздравить с профессиональным праздником. Да, действительно, про резервы Ульяна Вадимовна сказала, а резервы у любого человека безграничны. И вот обращаясь к коллегам, я хочу напомнить, вот сейчас юная будущая коллега сказала, это очень тяжёлый труд. Давайте мы будем говорить про наш труд, очень интересный труд, очень заманчивый труд. А смогу ли я эту загадку разгадать? А чего я стою? А слабо ли мне? И вот тогда у нас будет и гуманизация, и немножко веселья надо, оптимизм она привносить в нашу работу. Не воспринимать. Да, она рутинная, но это же классно. Каждый день ходишь, общаешься и решаешь разные человеческие задачи, связанные с... Кстати, детей не надо много учить. Они сами всё добудут. Направляй их. Главное направить. Просто направляй. Да, вот эту вот, такую, знаете, колоссальную энергию, которая заложена в наших детях. И не мешать им становиться тем, кто они есть. Я со своей стороны соглашусь со всеми пожеланиями, но главное я ещё хочу пожелать учителям, коллегам семейного благополучия. Если дома будет всё хорошо и на работе будет хорошо, пусть и там, и там всё будет хорошо, потому что всё зависит от того, как дома. Если дома всё хорошо, учитель с улыбкой приходит на работу. Пусть учителя всегда улыбаются, а под этой улыбкой пусть у них всё будет хорошо и вне школы. Спасибо большое вам за интересную беседу. Желаем вам успехов в работе, в личной жизни, чтобы вы никогда ни в чём не чувствовали нужды и огорчений. Спасибо вам большое. Быть учителем – это высокое призвание, особый талант и благодарная миссия. В профессиональный праздник хочется пожелать всем педагогам оставаться терпеливыми, мудрыми и самоотверженными. Низкий поклон за ваше неравнодушное и любящее сердце. Пусть ваш труд приносит только добрые плоды. Продолжение следует...